Суд приговорил правозащитника Олега Орлова к 2,5 годам колонии. Олег Орлов – это член правления мемориала. Он, я так понимаю, за дискредитацию повторную его так отправили. Надо было ему текать, он не был под стражей. Я не понимаю, почему они и ручные так себя ведут. Ну, то есть, ему хочется показать свой героизм. Ну, я думаю, что пример уже отрицательный есть. Если вас пытаются усадить, бегите. 36-я стратегия. Не надо изобретать велосипед. Не надо бояться казаться трусом. Насрать вам на всех. Спасайте себя. И тогда вы будете для путинского режима опасны. А поймите, ручные причиняют вреда больше путинских. Ручные – очень вредно. Этот мемориал половину наших соратников не признал политзаключенными. То есть, вот они писали, правозащитный центр мемориал присваивает или не присваивает статус политзаключенного. То есть, он взял на себя такое право. Присваивать или не присваивать. Я сильно этот мемориал не любил. И то, что его закрыли, никакого вреда для нас нет. Ну, и пользы, конечно, нет никакой от этого. Для путинцев польза. Поэтому мы можем считать, что какой-то минимальный вред. Но он придавал легитимность всему этому процессу. Он мешал показать, что Путин с его бандой – это просто шобла. Негодяев, которых надо мочить просто. Беспощадно совершенно. Вот они думают, что они там покажут сердечки, цветочки там и все. И там души расцветут, этих ублюдков. Там два вида души. Там есть просто холодные психопаты, циники, которых ничем ты не пробьешь. И трусы. Все. Там больше нет никого. Трусы и холодные психопаты. Ни тех, ни других вы не возьмете. В завершении форума «Свободная Россия» возник конфликт между Геннадием Гудковым. На эту форуму меня не пригласили, как видите. И украинским депутатом Олегом Дундой. Или Дундой? Дундой, наверное. И Дундой заявил, что после выборов 17 марта Путин нелегитимен. Пусть российская оппозиция замещает собой его представителей в международных структурах. Ну и так далее. Гудков заявил, Украина не сотрудничает с нами в этом вопросе. Все эти два года нет никакого политического диалога. Вы готовы к взаимодействию? Дунда, ваша деятельность за границей нам неинтересна. От вас нужно найти 100 боевиков и устроить террор в России. У нас есть более 100 боевиков, больше. И мы устраиваем то самое в России. Но на нас тоже никто не выходит. И можно сказать этому Олегу Дундеду, что к нам тоже никто не обращается. И тоже никто не выходит. Так что это общий вопрос. Понятно, что Украине неинтересны те, которые сидят за рубежом там и рассказывают про сердечки и цветочки. Нахера не нужны. Вот еще раз. Ваш деятельность границей нам неинтересна. От вас нужно найти 100 боевиков. Но у нас больше 100 боевиков. И вопрос к Украине. И у нас больше 100 боевиков. Гораздо больше. Ну, да, прав. А чем он прав? Это пустые слова. Абсолютно пустые. Нет, ну, может быть, он не в курсе, да, про нас. Такое тоже может случиться. Я не знаю. Обратись к нему тогда. Скажите, вот, есть люди, у которых более 100 боевиков. И что? Что? Они скажут, ну, давайте, продолжайте, да. У вас, у вас это, боевики есть, есть, цели есть, есть. Ну, все, и работайте. И до сих пор нефть и газ через Украину течет, течет, течет. И вот это главный вопрос. Также не понимаю, почему Украина не сотрудничает с Мальцевым. А Украина ни с кем не сотрудничает. Видите, они даже с цветочниками не сотрудничают. Я уж не говорю. Когда началась война в Украине, наши соратники пошли по украинским посольствам предлагать свои услуги. Эти соратники были и бывшие военнослужащие, прекрасно могли воевать. Им сказали, ждите. Они ждут до сих пор. Никому даже весточку в ответ не прислали. Они оставили свои адреса. Если он доскал идти на Крем с оружием, то это правильные слова. Я в этом даже и не сомневаюсь. Конечно, правильные. Возникать, я говорю, такой вопрос. И что дальше? Это не война, это бизнес. А мы не бизнесмены. Рафаэль пишет. Да, и Рафаэль, кстати, был причастен к походам по украинским посольствам. Просьбам рассмотреть вопрос о том, чтобы использовать наших бойцов на полях сражения против путинской армии. И может подтвердить. Ну, видео есть соответствующее. Есть ли будущая у русской оппозиции Навальная Дунцова-Надеждин? Ну, Надеждину, может, сразу как-то. Это абсолютно все разные люди. Юлия Навальная, да, полна горести, мести, и она занимается деятельностью антипутинской и оппозиционной очень давно вместе с Алексеем. То есть, это человек, который понятен. Дунцова абсолютно непонятная. То есть, откуда она взялась и что из себя представляет, неясно. И Надеждин тоже абсолютно понятный, который был Кириенко помощником и до сих пор, в общем-то, как бы действует в интересах Кремля. Поэтому это абсолютно три разные величины. Я ничего плохого не могу про Дунцову сказать, но я ничего хорошего про нее не могу сказать, потому что я не знаю, куда уши растут. Понимаете? Слава, а новое величие имеет к вам отношение? Фанни, новое величие все время мне прицепляли. Я так понимаю, что это молодые люди, которые слушали меня, а после того, как 5-го, 11-го ничего не случилось, они разочаровались, а у них был какой-то среди них, так скажем, стукач ФСБшный, да, фамилия его известна, который их подвел под монастырь, да. Ну, это была отдельная, так скажем, структура, они действовали абсолютно самостоятельно, поэтому про их существование я вообще не знал. Если бы они меня спросили, так что они бы тогда не сидели, поверьте, все, кто меня спросил, что делать и как делать, он не сидит. Все те, кто сидит, это те, которые не спрашивали, что делать и как делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!